Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Пятницкий Михаил Алексеевич окончил с отличием медико-биологический факультет Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова в 2006 году. Кандидат биологических наук по специальности биоинформатика. Диссертационную работу выполнял под руководством академика Андрея Лисицы в Институте биомедицинской химии имени Ореховича. В настоящее время Михаил Пятницкий в том же институте руководит группой медицинской геномики, а в Национальном исследовательском университете Высшая школа экономики читает авторский курс «Системная биология и персонализированная медицина». Он доцент кафедры технологии моделирования сложных систем. В 2022-м защитил докторскую диссертацию по специальности «Математическая биология, биоинформатика». Области научных интересов Михаила Пятницкого наряду с биоинформатикой. Персонализированная медицина, системная биология, прецизионная онкология, анализ омиксных данных, прикладная статистика и извлечение информации из массивов данных. Он автор около 70 публикаций в отечественных и зарубежных журналах. Михаил Пятницкий в студии «Медицина в контексте». Здравствуйте, Михаил. Добрый день. Спасибо, что пришли. Сегодня мы взялись за обширную область современных биомедицинских исследований. Они объединяются под общим названием «Омиксная технология». О самом названии речь пойдет у нас дальше. Я только хочу сказать, что сегодня ни одна фундаментальная работа по изучению функций патологии организма не обходится без применения той или иной омики, той или иной омиксной технологии, а иногда и нескольких сразу. В идеале из результатов, которые получают с использованием омиксных технологий, могла бы сложиться такая мозаика, такая многоцветная, многогранная, объемная, молекулярная картина человеческого живого организма. Но реалии иные, о реалиях в мире омиксных технологий. Наш гость Михаил Пятницкий. Пожалуйста, Михаил, вам слово. Введение в омиксные технологии их применение в медицине. Спасибо большое. Действительно, тема очень обширная омиксным технологиям. Считается, что они начались с момента того, как мы полностью просеклинировали геном человека. Это начало 2000-х годов. И с моей колокольни кажется, что пока все равно это больше остается с теми вращениями, с которыми я общаюсь. Для них это остается пока как-то за кадром. А с другой стороны, в сфере, в которой я вращаюсь, в научной, у нас это считается само собой разумеющееся. Как же без этого? Да, да. Этим никого не удивишь. Поэтому я тут попытаюсь как-то навести мостик. Возможно, это будет кому-то интересно и полезно. Что могут современные омиксы, в чем их проблемы. И про действительно реальное применение в клинике. Ну, естественно, повторюсь еще раз. Тема очень большая. И я буду, конечно, скакать очень сильно по верхам. И, безусловно, тут... Нет, ну мостик – это задача нашей программы вообще-то. Прекрасно так, да. Вперед. Собственно, первый слайд. Просто, исходя из контекста, омиксы называются так, потому что ом – это греческий суффикс, который говорит что-то все в целом. Геном. Ну и дальше, переходя по основной долгой молекулярной биологии, ДНК, МРНК, белок. Это называют геном, транскриптом, протеом. Ну и дальше это идет на уровень малых молекул, это называется метаболом. Ну, это вот такие основные, можно сказать, четыре главных омики. Но биология – очень сложная штука. И тут, конечно же, этих омик, их становится все больше и больше, чем на более низкий уровень организации вы погружаетесь. То есть, например, про геномику мы больше поговорим про эпигеномику, про изменение ДНК, про метилирование самой ДНК, про модификации гистонов и так далее. Протеомика – тоже очень большая область. Вот в нашем институте ей очень активно занимаются долгое время. И тоже выделяют несколько подвидов протеомики. Там фосфопротеомика, гликопротеомика, кеномика и так далее. Метаболомика тоже делится на несколько отдельных подвидов, судя по тому, какие конкретно классы веществ вы собираетесь измерять. На самом деле, омик очень много. Это слово стало хайповым, наверное, в начале 2000-х годов. И каждый человек пытался в свое время придумать какую-нибудь омику, столбить за собой. Я тут недавно наткнулась на редоксомику. Это окислительно восстановительный баланс, изучение его и какие сдвиги могут к чему приводить. Вполне так, что прибавляя слово ом, вы появляете себе очков. Но вот тут я попытался сформулировать основные критерии, почему это можно назвать омом. Мы пытаемся измерить что-то в целом, при этом пытаемся измерить этого много. То есть это не значит, что мы измерим 10 генов, не значит, что мы измерим 1000 генов, мы измерим целиком весь геном. И это накладывает, конечно же, свои ограничения, что невозможно, условно говоря, ручной анализ. Вы не можете открыть это в Excel и посмотреть на это. Можете, конечно, но это будет малопродуктивно. И, соответственно, требуются специальные методы математики, обработки, которые позволяют работать с этими данными. Ну и тут я просто перечислил еще те омы, которые не влезли сюда и так далее. Там интерактом, набор всех возможных взаимодействий между белками, тоже у нас в институте этим сильно занимаются. Микробиом, в общем, омов много, и они все между тобой связаны. Из всех омик, конечно же, первую роль, ведущую роль играет геномика. Да, и вот эта картинка, она в мире секведирования является таким... Ее показывают на каждой конференции, да, но я, кстати, пришел, что почему вы... Кем я хуже? Кем я хуже, да. Здесь представлена стоимость секвенирования генома. Сколько это стоило 20 лет назад и сколько это стоит сейчас. Да, геном человека, ну это на самом деле был геном не одного человека, а там шести, секвенировали, ну, грубые оценки, 10 лет потратили примерно 3 миллиарда долларов, примерно. Да, сейчас это стоит меньше тысячи долларов за геном, и это вам сделают за деньги. То есть вот это вот график, кажется, что он спадает, но да, он спадает не сильно, но на самом деле, если посмотрите, шкала целогарифмическая, и мы видим, что за вот короткий период времени стоимость в миллион раз удешевилась. Это на самом деле абсолютно... Это за последние 10 лет. Сейчас она уже стабилизировалась, ну, плюс-минус вышла на плату, потому что технологии уже, так сказать, кажется, что сейчас они дошли до своего порога по стоимости. Ну так, плюс-минус. А этот закон Мура, это известный закон из компьютеров, да, про удвоение скорости вычислений. Вот сейчас, значит, благодаря тому, что мы можем за тысячу долларов, меньше, чем тысячу долларов, получить свой геном, это, безусловно, колоссальным образом продвинуло все. Случился взрыв данных в биомедицине. Вот слово big data, оно опять-таки является хайповым термином, да, что все хотят заниматься big data, и... Это куча дополнительных аспектов, как те данные хранить, как их обрабатывать, как их защищать, ваши данные. То есть тут сразу биологам начинают требоваться и программисты, и других IT, да. То есть это большая комплексная проблема. Данных много, они растут, и, что самое интересное, появляются новые разнообразные типы данных. То есть не только про геном, но вот мы сейчас поговорим побольше, и других хомик. Ну, здесь просто я ставил слайд, где показаны основные вехи развития. Мы не будем, конечно, тут сильно вдаваться в детали. Я забыл сказать самое главное в предыдущем слайде, ключевую аббревиатуру. Абревиатура называется NGS, Next Generation Sequencing. Это технологии секвенирования следующего поколения. Вот они сформировались где-то в конце 2000-х годов. Именно благодаря вот этому новому подходу к секвенированию ДНК и произошла вот эта вот революция. И по большому счету именно это привело вот к тому взрыву данных. Принципиальное изменение технологии. Да, да, принципиальное изменение технологии. Большой плюс технологии NGS стоит в том, что они применимы не только к чтению генома, но вы благодаря ним можете делать и другие вещи. Например, вы можете изучать эпигеномику. И вы можете изучать транскриптомику. То есть переводя РНК в ДНК, вы можете читать их и там использовать технологии чтения ДНК. То есть для геномики, эпигеномики, транскриптомики основной инструмент – это методы NGS. Для других омик, для протеомики и метамболомики, ну и основных – это прежде всего масса спектрометрия. Масса спектрометрия, она сложнее, чем, ну так, в рутинном применении, чем методы NGS. И это, безусловно, но мы чуть об этом дальше поговорим, накладывает отпечаток на то, что насколько геномика смогла войти в практику клиническую, да, потому что это проще делать экспериментально, да, настолько сложнее войти в протеомики и метамболомики, потому что это требует все-таки… Ну, то есть это оценка структуры уже белка целого, трехмерной. Ну, и это тоже, да, но общий смысл в том, что вот масса спектрометрия более, ну, можно сказать, что более тонкая технология, которая требует серьезной, там, калибровки и так далее. Ну и вот в последнее время сейчас возникает так называемый wearables, то есть это фит-трекеры, которые часто носят люди, да, со всем устройства, по ним тоже можно собирать данные о том, там, как вы ходите, с каким, какой у вас паттерн активности. И все вот это вот, ну, опять-таки, я забега вперед, чуть дальше про это поговорим, можно собирать из человека какой-то большой портрет, собирая его данные по геномике, по транскриптомике, по носимым устройствам, все это дело в динамике, соответственно, каждый человек, он должен, ну, вот, по видению, у нас нельзя обрастать вот таким вот облаком данных большого количества, самых разнообразных, и в теории, используя эти данные, вы можете представлять траектории, а вот чем он сейчас заболеет, а давайте это поймем на ранней стадии, не допустим, предотвратим и так далее. То есть это вот золотой, ну, вот к чему мы хотим прийти. Ну, то есть пока не стандарт, но... Да, это, так сказать, святой граиль, к чему мы хотим прийти, что вот каждый человек обрастет данными. Естественно, это пока будущее. Омики, ну, вот тут смысл этого слайда в том, что на самом деле омики, они как бы являются взаимосвязью, звеном между теми большими факторами, которые есть в жизни. То есть ваш образ жизни, больше занимает физическую нагрузку и меньше. А окружающая среда, да, биология, то, что досталось от папы с мамой. И вот это вот взаимодействие, их можно пытаться поймать и оценить с помощью разных омик. То есть пытаться действительно воедино сложить многие мозаики. То есть, безусловно, гены очень важны, да, но... Но еще не все. Не все, да. И вот мы можем, анализируя с помощью омико-технологии различные компоненты, пытаться вот проследить вот эту взаимосвязь. Ну, здесь, наверное, пример того же слайда, но только чуть более детальный. Детальный смысл в том, что и омико-технологии между собой, они все, конечно, связаны. То есть геномики, да, из ДНК у нас получается ИРНК, да, благодаря транскрипции. Дальше у нас тут связь с эпигеномикой, протоомика с гликомикой через посттрансизационное взаимодействие. То есть все омико-технологии между собой связаны. И изменения в одной омике, они, вы можете видеть их отображение... На другой. Другой, то есть большая-большая-большая сложная картина. Ну вот, это, собственно, как раз тот слайд, который должен иллюстрировать будущее. Это называется сейчас словом systems medicine. Ну вот, опять говоря про хайп-термины, да, очень много разных называний медицины, которые в последнее время персонализированы медицины, precision medicine, p4 medicine, да, то есть это, опять-таки, существуют целые попытки найти, а как же по-хорошему это надо называть. Вот тут мне нравится статья, они именно проанализировали публикации и обнаружили, какие термины кажутся наиболее адекватными отображающими, что же такое системная медицина. И, значит, смысл в том, что мы хотим улучшить исследования в медицине, да, включая наше понимание того, что происходит в организме, включая drug discovery, да, то есть это очень важный компонент health care, благодаря тому, что мы используем, вот тут еще не прозвучало слово, системная биология, да, то есть система медицины, она опирается на системную биологию, которая пытается, анализируя комплекс всего, вот, то есть целое больше, чем совокупность частей. Понять... Логично так и должно быть, в общем-то. Да, да, так и должно быть. Биологические объекты все-таки. Да, 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 все правильно. И вот data integration, modeling, concentration by informatics, то есть вот еще раз тут, собирая различные омиксы, ну, я забыл тут сказать, да, про имиджинг, то есть это тоже очень большой, да, большой, большой компонент. Микробиом, конечно же, собирая все это еще во времени, а дальше наступает большой этап интеграции данных. То есть данные вы собрали, но от того, что вы их собрали, вы никуда пока не продвинулись. И, собственно, интеграция данных, она, может быть, является ключевым этапом, потому что правильно собранные данные, тут любят слово сказать, гармонизированные данные, то есть, потому что разные омики, они по-разному смотрят на разные аспекты, они не всегда совместимы с друг с другом, и вот эта вот их гармонизация и интеграция, она очень важна. Ну и тут, конечно же... То есть когда результаты разных омик, они сходятся, в общем-то, в одной, ну, даже не скажем рекомендации, скажем, в диагностике, это хорошо, это надежная диагностика. Конечно, да. То есть чем больше омик сошлось в одном, скажем, диагнозе, тем он надежнее. Совершенно верно. Вот это сейчас я придумала. Да, отлично, да. Потому что, действительно, благодаря омикам вы как бы смотрите на одно и то же, с разных точек зрения, и хорошо бы найти... Ну, не сходятся, значит, вот так оно и есть. Что-то общее, да. И тут основную роль играют методы математической обработки. Опять этим занимаются много лет. У всех свои разные подходы. Ну и последние лет пять, это, конечно, взрыв машинного обучения в плане дип-лёнинг. Это глубокое обучение искусственной нейронной сети. Вот этот бум, он случился, ну, наверное, ну, последние лет пять, может быть, чуть больше. Идея в том, что объединяя данные, накопленные с помощью разных омик и математику, мы сможем выйти на то, ради чего мы этим и занимаемся. Предсказание развития заболеваний, субтипирование заболеваний. То есть, дальше проговорим по транскриптомику, она дала отличный пример выделения по типу заболеваний. Поиск новых биомаркеров, тоже очень важная область. Понимание, как болезнь развивается на молекулярном уровне, ну, опять-таки, это важно для поиска новых лекарств. Ну и, конечно же, для предсказания, ответа на терапию. Вот, собственно, идея системной медицины, она ровно в этом. Данные правильно обработаны, и мы сейчас перевернем, так сказать, вот, медицину. Здравоохранение. Да, звучит, звучит очень вдохновляюще, безусловно, этим заниматься очень интересно. Ну, вот тут три уровня системной медицины, да, то есть, вот наши омики эти, они, можно их назвать так, молекулярный феном, да, феном как, фенотип, то есть, сумма всех данных. Дальше у нас есть экспосом, то есть, то, что нам дает среда, да, то есть, там, какие диеты, какие препараты принимает человек, воздействие среды питания и так далее. И клинический феном, то есть, те данные, которые мы собираем, ну, вот, как, ну, давайте, набор анализов, да, которые мы приходим и сдаем в поликлинике. И вот все вместе, оно должно друг с другом взаимодействовать, да, то есть, безусловно, молекулярный феном поймать его на уровне клиническом не так-то просто, потому что тут между ним стоит и экспосом. В общем, это большая и очень сложная система. И, ну, забегая вперед, некоторый наш, возможно, недостаточный прогресс в этой области, он связан с тем, что это очень сложно. Да, объективно, да? Да, объективно говоря, что, да, это большая и очень сложная область. Дальше, вот мы, как бы, поговорили в целом про омики, а сейчас попробуем поговорить про каждую омику в отдельности. И, конечно же, в первую очередь, когда говорят про системную медицину, то по количеству клинических имплементаций, конечно же, геномика, она по большому счету на первом месте с огромным отрывом. Технологии сиквенирования следующего поколения, самое главное, да, что они дают нам возможность смотреть не только на DNA-сек, да, на ДНК, но они могут с помощью них, мы можем искать, делать и другие омики, да. И это, безусловно, опять-таки, очень сильно продвинуло вот за последние лет, лет 10, наше понимание биологии, как оно развивается на глубоком уровне. Сейчас уже технологии сиквенированы третьего поколения, на напора и так далее. Мы, наверное, не будем вдаваться в подробности, это мэджик. Мэджик, да, это чудо, да. Смысл в том, что мы разбиваем, когда читаем ДНК, разбиваем на короткие кусочки, а дальше эти короткие кусочки, мы можем знать, какой конкретно нуклеотид в этом месте стоит. Это называется риды, по-русски это часто, иногда говорят так, по-русски это риды, про чтение. Значит, смысл в том, что вы можете одно и то же место прочитать несколько раз, и потому что технологии могут ошибаться, прочитав одно и то же место несколько раз, вы можете с точностью сказать, что да. И чем больше раз вы прочитали, тем-то и совпало, тем точнее ваша последовательность. Еще тут важно понимать, что мы можем читать маленькими кусочками, мы можем читать 200 нуклеотидов, такой порядок, 100-150-200. Человеческий геном 3 миллиарда. Дальше у меня будет слайд. То есть это фактически, каждый раз видите небольшой кусочек, и нужно эти кусочки между собой склеить. Что еще мы можем делать? Мы можем выходить не только точечные мутации, то есть замену одного нуклеотида, но мы можем выявлять самые разные типы молекулярных событий. И это энделы, и изменение копийности генов, и находить места, где произошел фьюжн, то есть слияние генов. Можем находить и интегрирование вирусов в геном человека. То есть благодаря вот этой технологии мы можем увидеть самые разные типы геномных событий. Ну вот, рид, это можно считать как аналог твита, и сборка генома как склеивание войны и мира по твитам. Ну понятно, тут есть всякие разные сложности, наверное, мы сейчас не будем в это вдаваться. Когда говорят про именно применение ресеквенированной ДНК в клинике, то с чем может столкнуться врач, это чаще всего говорят таргетное секвенирование, таргетная панель. Это означает, что мы секвенируем не весь геном человека, а мы секвенируем несколько десятков-сотен генов. Смысл в чем смысл? В том, что далеко не для всех генов мы понимаем их функцию. Смысл секвенировать то, что мы не знаем, но как бы оно будет лежать мертвым грузом. Плюс еще, мы чуть позже поговорим про онкологию, чем меньше вы секвенируете, тем больше у вас это называется покрытие, то есть тем точнее вы можете прочитать, удостоверить, что там действительно это есть буква. Когда мы будем говорить про онкологию, про соматические мутации, мы поймем, что чем меньше вы будете секвенировать генов, тем с большей достоверностью вы можете поймать мутации, которые встречаются в маленьком количестве клеток. Поэтому в онкологии прежде всего это таргетная панель. Когда секвенируется небольшое количество генов. Далее есть понятие whole exome sequencing, то есть когда мы секвенируем только экзомы, то есть белок кодирующий. Кодирующий белок, да, я хотела. Да, да, да. И есть, конечно же, секвенирование полного генома, то есть белок кодирующий геностолит небольшой часть от всего генома. Совсем небольшой. Совсем небольшой, да. И поэтому делать, опять-таки, это зависит от конкретного клинического применения, да. Например, в сложных случаях медицинской генетики, в сложных случаях иногда более правильно сделать и полный геном, чем ограничиваться полным экзомом. Да, тут у меня возникают, значит, цифры, да, что у нас 20 тысяч белок кодирующих генов, а, грубо говоря, полный геном, включая различные не кодирующие, порядка 60 тысяч. Еще есть такое понятие, как называется клинический экзом. Это примерно 5 тысяч генов, про которых известно, что они... Уже известно, сейчас известно. Да, сегодня известно, про которых известно, что они связаны с теми или иными, да, заболеваниями. То есть нет смысла тратить деньги и секвенировать все, если мы можем секвенировать только то, что нам нужно. Мы поговорили про секвенирование генома. При этом мы как бы узнаем целиком всю последовательность генома. Есть еще, говоря про изучение важных генетических вариантов, такое понятие, как Genome-Witis, полногеномные анализы ассоциаций. Смысл в том, что нам нужно найти какие-то конкретные участки в геноме, которые связаны с интересующим нас фенотипом. Например, у нас есть, ну там, тут большие цифры обычно, тысяча больных и 10 тысяч здоровых. Мы их найдем конкретные точки в геноме и попробуем понять, а связана ли эта точка, различается ли она у здоровых. То есть мы их поставляем и находим то, что отвечает. Да, у здоровых и больных. Ну вот тут попытка это объяснить. То есть фактически по соотношению частот встречаемости того или иного нуклеотида попытка найти те места на геноме, которые ассоциированы с развитием разных заболеваний. Ну вот на этом слайде это часто используется для анализа таких мультипатериальных заболеваний, как диабет, астма. То есть что-то такое, для чего вклад генетики, он, можно сказать, размазан по всему геному. Не один ген мутирован, то есть не моногенное заболевание, а что-то такое, где вклад генетики, безусловно, есть, но в каждой отдельной точке он очень небольшой. И нам нужно поймать этот вклад. Чтобы его поймать, нужно иметь большой объем выборки. То есть это современные исследования, они включают в себя и сотни тысяч человек. Сотни тысяч человек. Это на самом деле... Ну вот эти банки данных, они, конечно, очень ценные, которые появились. UK Biobank... Да, да, UK Biobank очень сильно продвинул, конечно же. Да, бесценные. Они дают возможность пользоваться этим всем, ну, профессионалам. Да, 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 ну надо там заполнить всякие формальные вещи. Ну, то есть не жадничают, я хочу сказать. Да, это, ну, вообще, вот, можно сказать, в научном мире это, ну, как бы общепринято, да? Да, делиться. Да, делимся данными, делимся кодом. Это попытка, вот, чтобы мы все делаем общее дело. И вот многие компании, ну, я-то прежде всего написал, конечно, 23andMe, да, которые делают генетическое тестирование, включая и отечественные компании, они очень сильно опираются на вот когда-то результаты, которые получены в этих вот полногеномных исследованиях. Последние, опять-таки, лет 10 делаются попытки вычислить так называемые полигенные скоры. То есть попытка оценить риск развития мультикатериальных заболеваний, опираясь, ну, вот у нас много-много нуклеотидов, каждый из них делает свой небольшой вклад. И правильно суммируя, оценивая вот эти вклады, мы попробуем оценить риск, ну, генетическую компоненту развития того или иного заболевания. Почему это хорошо? Потому что просифинируя свой геном, вы можете сразу оценить риск развития разных заболеваний, да, то есть разные полигенные скоры, они вам скажут, что у вас больше риск, там, сердечно-сосудистым заболеваниям и меньше риск развития астмы. И вы, соответственным образом, попробуете скорректировать свое поведение, образ жизни, да, и так далее. Конечно же, это то, что я говорю, это идеальный случай. На практике все, конечно же, сложнее, одни заболевания предсказываются лучше, другие предсказываются хуже. Забыл сказать важную вещь, что все эти технологии сильно зависят от популяции, то есть это часто очень делается, там, на определенных группе людей, и попытка применить это, например, на азиатах, она приведет к тому, что, да, риск будет считаться неправильно, некорректно. Но активно развивающаяся область исследований, и это то, что, опять-таки, будем надеяться, приведет нас в светлое будущее чуть-чуть быстрее, чем нужно. Онкогеномика. Безусловно, тут не надо в этой аудитории говорить, что рак – это важное заболевание. Были сделаны серьезнейшие достижения в области понимания биологии, развития злокачественных заболеваний благодаря секвенированию, благодаря омикам. Ну вот, можно выделить, как обычно, много разных, чем можно заниматься, но вот кажется, что основные – это три такие большие группы. Поиск раковых генов, да, то есть тех генов, которые ассоциированы с развитием опухоли. Ну, все знают про P53, да, но на самом деле таких генов, драйверные гены, их порядка нескольких сотен. И то, что мы узнали благодаря… Это ген-поломка, в котором, собственно, не дает организму самому справляться с онкопроцессом. Совершенно верно, да. Супрессор, как бы. И супрессор, и онкогены, то есть это все гены, которые ассоциированы, мутации в которых ассоциированы с повышением или понижением вероятности. Потому что, опять же, в идеале организм, он каждую минуту борется с онкологическим процессом. Конечно, система репараций у нас работает. Работает постоянно, но когда дает сбой, есть такие… Очень много клеток, очень много клеток. Есть такие существенные этапы, существенные звенья, как тот вот такой P53, сбой в которых раздает о себе знание. И почему это нужно? Потому что нам нужно понимать, что, собственно, сломалось в клетке, и как мы можем на это подействовать, как мы можем это вылечить. И вот поиск раковых генов, то есть генов, связанных с развитием процесса, это важное направление. И многое было понято, и этот список, он там, не полный, он пополняется каждое определенное время. Мы это можем понимать. Второе направление – это выделение молекулярных потипов опухолей. Тоже чуть дальше поговорим про разные потипы. Как нам разделить кажущуюся однородным болезнь, на самом деле состоит из нескольких потипов, каждый из которых нужно лечить по-своему. Более агрессивными методами или менее агрессивными методами. Ну и идеал недостижимый. Ну как недостижимый? Мы к нему устремимся, безусловно. Индивидуальный подбор оптимонитетерапии. Мне очень нравится эта иллюстрация. ДНК в кровати, да, она так сказать говорит, что да, вот мы будем пытаться подбирать оптимальную терапию. Как и с геномом человека, ну вообще в биологии любят большие проекты, международные. Есть проект международного ракового генома, где много стран, ну в первую очередь, конечно же, ведущая роль принадлежит Соединенным Штатам. Ну да, ну в последнее время Китай очень активен. Исходная задача, вот этот проект, он тоже в 2008 году где-то так, плюс-минус. Благодаря вот этому взрыву, который мы видели с вами раньше, что все стало сильно дешевле. А давайте мы сейчас воспользуемся, конечно, плодами. Идея в том, чтобы собрать много образцов разных типов опухолей и с разными методами их посмотреть. И геномику, и транскриптомику, и метилирование, и протеомику. То есть вот посмотреть на опухоли с разных точек зрения. Выложить это все в открытый доступ. И чтобы люди могли анализировать и понимать, а чем же, так сказать, как устроен рак на самом деле. Ну потому что мы же понимаем, что рак это очень разнообразное проявление. Ну вот одна из картинок, наверное, то, что мы выяснили на раннем этапе, это то, что очень сильно различается, тут отложена скорость, частота мутирования. То есть насколько сильно мутации возникают в разных типах рака. Ну вот тут ожидаемо... Кажется, что они не сильно между собой различаются, но опять-таки шкала логарифмическая. То есть различия на каждой в 10 раз. Меланома. Самый, так сказать, агрессивный в смысле чистоты мутирования рака. Другая интересная вещь, о которой можно находить, это паттерны замены нуклеотидов. То есть, например, для меланома чаще всего характерен замена цена Т, что связано с действием ультрафиолета. То есть это опять-таки мы можем понимать, а что же именно происходит. То есть то, что было известно эмпирическим путем... Мы можем теперь подтвердить и это. Да, еще забыл сказать важную вещь, что тут каждая точка это же образец, и мы видим с вами, что даже в случае одной и той же нозологии, мы видим, что есть образцы, которые мутируют с одной частотой, а есть образцы, которые мутируют с одной частотой в 100 раз меньше. То есть это означает, что внутри каждого типа рака есть очень много разных подтипов, и что каждая опухоль высокая индивидуальная, так оно и есть на самом деле. Но даже выясняется, что и в случае одного генома есть какие-то области, которые мутируют чаще, чем в других. Другую вещь, которую мы выяснили, это что драйверные гены, вот эти, которые мы говорили, связанные с развитием рака, что они мутируют на самом деле достаточно маленькой частотой. То есть есть, конечно, да, некоторые гены общеизвестные, которые очень часто находят мутации в том или ином типе рака, да, там Кейрас, например, тут, наверное, это рак легких, да, очень часто. Но большинство генов, тут их приведено, ну сколько там, штук 7-8, большинство генов мутируют с низкой частотой, это означает, что в каждом конкретном пациенте мы с маленькой вероятностью найдем вот этот ген. А чтобы достоверно находить, что да, этот ген связан, нам нужны большие выборки. То есть сейчас накоплены порядка, я думаю, в открытых источниках десятки тысяч образцов. Нам нужно, наверное, нам нужно больше. Наверное, нам нужно больше. Интересные вещи, ну вот, педиатры понимают, да, что детский рак устроен по-другому, и да, мы видим это действительно, значит, у них по-другому это работает на молекулярном уровне. Мы скачиваем очень сильно по верхам. К каждому раку тут можно, да, говорить про молекулярные... Это не наша задача, да. Существует к тому, что люди, которые интересуются, они могут покопать поглубже. По каждому нозологии выходит статья, то есть вот мы пронизировали, просуммировали, что именно мы узнали о молекулярной структуре той или иной опухоли. Прецизионная онкология, да, то есть это как раз попытка научиться правильно лечить конкретную опухоль, опираясь на знание о геноме. Потому что важнейшая вещь, которую мы поняли об раке, наверное, за последние 100 лет, может быть, 200, что рак – болезнь генома. То есть в итоге все сводится к тому, что возникают мутации в раковых генах, и это приводит к неконтролируемому росту клеток. Ну вот можно назвать три этапа развития определенной онкологии. Так называемая онкология 1.0, версия 1.0, да, то есть это единичные биомаркеры, которые всем известны, которые часто используются в клинике, мутации, керас, нерас, бераф, это то, что тестируют, тестировали и 20 лет назад. Что есть сегодня, это так называемая процедурная онкология версии 2.0, когда мы секвенируем не 1, 2, 3, 4, 5 генов, а когда мы секвенируем таргетные панели, мы секвенируем много генов, порядка 100-300-400. Повсеместное применение НЖС, потому что без этого никак. И это, безусловно, очень сильно увеличивает требования к врачу, потому что интерпретировать эти данные, нужно знать, что с ним делать, как их клинику. Ну и треянный онкология 3.0, да, это попытка сегрегировать все различные онкологии вместе, проанализировать и в идеале сказать, что же, как же, какое именно лечение будет наиболее эффективно. Да, не обязательно генный, не обязательно генный, да, но, в общем, что... Ну, такие нацеленные. Да, нацеленные на конкретные генетические, да, генетические альтерации, что поскольку у каждого они свои, да, правильно подбирать их в зависимости от генома. Поговорили про геномику, сейчас попробуем поговорить про транскриптомику. Значит, как я уже сказал, технологии НЖС, они позволяют делать и транскриптомику. Транскриптомика – это изучение спектра МРНК. То есть, условно говоря, это анализ активных генов, потому что ДНК, он может быть не считывается, он просто ген и ген, а РНК – это то, что уже начало считывать информацию, это активный ген, это показатель активности. Совершенно верно. Это то, что работает, да, в каждом конкретном случае. Ну, опять-таки, мы не будем, естественно, вдаваться в тонкости экспериментальных методик. В итоге это все равно сводится к прочтению небольших кусочков, которые мы картируем на геном, и выясняем, что на какой-то участок генома мы сможем накартировать много ридов, это означает, что данный ген экспрессируется сильно. На какой-то ген мы сможем накартировать мало ридов, значит, что ген работает мало. И в итоге у нас есть некоторые числа, которые характеризуют нам уровень экспрессии того или иного транскрипта. Есть и второй подход, экспериментальный подход, который тоже часто используется, ну, в последнее время чуть реже, так называемые микрочипы или биочипы. По сравнению с технологиями NGS у них более, так сказать, более шумные данные, сложнее их между собой агрегировать, то, что мы говорили раньше, да, вот, гармонизировать. Но тоже, безусловно, они внесли очень большой вклад в наше понимание то, как транскриптомика может помочь в клинике. Вот самый такой, наверное, success story, главный, это выделение микроркопотипов рак молочной железы. То есть до этого, там, в 90-х годах мы думали, что это примерно все плюс-минус одно и то же. Когда мы изобрели микрочипы, то анализируя выяснилось, что на самом деле можно выделить несколько разных подтипов. Это уже на уровне РНК как-то. Да, да. И вот это было большим, очень, так сказать, вдохновляющим примером. То есть поняли, что, ага, мы можем найти что-то очень важное с клинической точки зрения, потому что между собой эти подтипы сильно различаются по поведению, по агрессивности и так далее. И вот это был действительно прям большой прорыв, который позволил нам смотреть с надеждой, смотреть с надеждой... И вот как это транслировалось в клинику, вот очень достаточно известный тест, который называется MAMOPRINT. Как раз используя вот эту технологию микрочипов, они измеряют активность, ну там, 70 генов и могут вычислить, прям предсказать определение риска рецидива. Для этого нужна биопсия, наверное. Да, конечно, конечно. Именно в этой ткани надо будет активность. Конечно, да, да, да. По крови не получится. Да, когда мы говорим о транскриптомике, конечно же, да, это должно быть биопсия. В конкретном месте, да. Да. И опять-таки это одна из трудностей, что не во всю ткань мы можем залезть. Да, безусловно. То есть вот фактически это, я скажу, замена, да, но альтернатива тому, чтобы смотреть гистологическим исследованием, пытаться это анализировать на уровне чисел и предсказывать это в итоге по экспрессии. Онкотайп-DX тоже близкий родственный тест, естественно, немного другие гены, немного другая технология, тут у них RT-5R, причем это для... формалиновых образцов. Да, да, то есть это можно использовать и для этого. Почему я показываю эти два теста? Потому что вот в частности MomPrint, они, что называется, одобрены. Ну, в первую очередь это FDA, Федеральное агитство в США под drugs and... Ну, в плане управления... Да, 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 для надзора, да, совершенно верно. Это означает, что это, да, прошло клиническое испытание, да, это работает на практике, потому что, как вы понимаете, далеко не все транслируется в клинику от того, что ученый у себя в лаборатории нашел, врачу от этого пользоваться никакой нет. Ну, трансляционная медицина целое направление. Конечно, да. И это как раз, вот это пример успешности, успешности, вон, это IPDX. Ну, вот тут из свежей работы разные тесты, которые вышли в практику. Некоторые из них получили, вот, как мы говорим, одобрение FDA, а некоторые LDT, Laboratory Developed Test, то есть это означает, что вы их можете купить, но у них нету, что называется, за ней нет прям стопроцентной гарантии, что да, это работает. То есть это вы, врач, это на свой страх-риск, да, и страховка это может не обязательно покрыться, да, потому что таких работ, вот, их много, но не то, чтобы зашкаливающее количество, то есть, ну, мы чуть дальше про это поговорим, то есть, наверное, затраченные усилия, может быть, они не то, чтобы выливаются в большое количество того, что доходит до клиники. То есть это в любом случае таких тестов десятки, и не сотни, и не тысячи. И часто очень они сконцентрированы на области, в первую очередь, в области онкологии, да. И не во всех странах, конечно. Ну, это само собой, да. Это само собой, да. То есть мы говорим о мировой науке в данном. Да, конечно, да. Сегодня мы говорим о том, что умеет мировая наука. Конечно, конечно. Ну, открытый мир, открытые данные, мировая наука, да, мы. То есть таких работ, таких тестов, их не так много, и не то, чтобы все из них дошли до практики. Эпигеномика. Эпигеномика – это, ну, вот, модификации ДНК, которые не связаны с изменением прям последовательности. Самая часто известная модификация – это метилирование стазина, причем в определенном сочетании. То есть не любой метилирован может быть метилирован. А вот это вот метилирование стазина, оно связано с повышенной или пониженной уровнем экспрессии гена. То есть чем он более заметилирован, тем он менее будет… Тем он более молчащий, скажем так. Более молчащий, да, совершенно верно. И, ну, есть разные… То есть это как бы другой уровень регуляции экспрессии генов, а в конечном итоге и функции в клетке, да. И существует куча ферментов. Опять-таки тут сложная мулькарная биология, мы не будем ее всерьез обсуждать. Которые позволяют модифицировать вот эту вот генетику, влияя, повышая, понижая экспрессию тех иных генов. И эти гены мы можем их таргетировать, что называется, воздействуя на них различными лекарственными препаратами. Существует метод, так называемый бессульфитное сикенирование, который позволяет нам с помощью методов NGS определять, какие именно цитазины вентилированы, тем самым получая вот этот вот как бы профиль. То есть мы знаем, можем померить, там, или несколько сот тысяч, ну так, грубо говоря, островков, цепси-пиджи островков, изучая их уровень вентилирования. И дальше выясняется, что паттерн вот этого вентилирования, он разный, там, в разных типах клеток, болезни в норме и так далее. Вот информативная вещь такая. Безусловно. То есть это как бы другой способ посмотреть на то, что происходит в клетке под другим углом. Есть несколько биомаркеров, которые действительно вошли в клиническое применение. Ну вот очень широко известен это метилирование промоутера гена СЕПТ-9. Естественно, что он связан с... это биомаркер наличия колоректального рака. Есть несколько вот таких генов, про которых, да, действительно известно, что их метилирование, то есть эпигеномика, она имеет клиническую значимость. Точно так же, как и с транскриптомикой, есть тесты, которые находятся в разработке, которые есть перспективные. Да, ну вот тут просто пример, что в разных типах, опять-таки, они в большей своей степени сконсенсированы на онкологии. Чаще всего делают попытки именно в области колоректального рака. Это вот прям горячее, важное направление. И эпигеномика, она показывает, может быть, сейчас наиболее, за последнее время наиболее транслируется в клинику. Но есть и другое очень интересное направление, так называемые эпигенетические часы. Они были открыты, ну, наверное, в десятых годах. Идея в том, что изучая паттерн вентилирования, можно точно предсказать возраст человека. И многих животных уже сейчас. Да, совершенно верно. Совершенно верно, да. Зачем это нужно? Потому что кажется, что этот возраст, он отличается от хронологического возраста. Хронологического. Да, то есть люди выглядят по-разному, имея один и тот же возраст. Наверное, кто-то стареет быстрее, кто-то стареет медленнее. Соответственно, мы получаем маркер того, насколько сильно человек продвинулся по шкале. А зачем это нужно? Потому что мы будем тестировать лекарство от старости. И у нас будет конкретный маркер определения, да, лекарство помогает или нет, лекарство не помогает. То есть у нас конкретный метод измерения. А вот это, по-моему, по крови делают. Да, это можно делать по крови. По простам крови, да. Да. Но, естественно, паттерн регулирования, он будет, педагогические часы есть и разные, в разных типах тканей. Да, то есть есть и те, которые работают по крови. Ну, потому что кровь проще всего достать. Вы очень правильно сказали про то, что сейчас могут определять возраст и мышек, и собачек. Опять-таки, зачем это нужно? Потому что мышек, ну, не жалко. Мы, так сказать, с ними можем, мы можем с ними работать, воздействуем их разными способами. Опять-таки, это не вошло в клинику вот прямо сейчас, да. Но это горячая область, которая активно... Ну, здесь на вашем месте сидел Вадим Гладышев. Да. Вот он рассказывал про это. Откуда я об этом знаю? Это да, это Вадим Гладышев, да, условно, лидер в этой области. Интересную вещь тут можно отметить, про которую мы говорили, что... Тут есть разные научные группы, придают, разорабатывают свои часы. Это называется, что кто-то нашел, что вот такой-то, такой-то островок входит в часы, а другая группа нашла, что такой-то, 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 с номером таким, условно говоря, с координатой в геноме. И выясняется, что на самом деле они между собой почти не перекрываются. То есть, да, каждый из этих часов работает, что-то измеряет, но кажется, что они, вообще говоря, сильно очень скоррелированы, эти данные. И это означает, что каждый находит что-то свое, и не обязательно оно должно перекрываться с другими. Вот эта проблема воспроизводимости, она вообще очень важна. Вообще в Омиках то, что те открытия, которые делает одна группа, они далеко не всегда могут быть воспроизведены другой группой. Ну вот эпигенетика, эпигенетические часы, это очень интересное применение. Протеомика, да, то есть кажется, что мы по, значит, мы регулярно догмыстоскаемся ниже, да, поговорили про трансгетомику, про эпигенетомику, про трансгетомику, то есть молекулярные машины, про белки. Большая проблема про трансгетомики в том, что нет ПЦР. Это означает, что нам очень трудно работать с теми белками, которые присутствуют в низких концентрациях, то есть которые... То есть невозможно умножить для... Да, мы их не можем, мы не можем до них дотянуться. Ну, естественно, мы пытаемся это делать тем или иным способом, но сложно. И с этим, возможно, связано в том числе сложности транслирования протеомики в клинику. Как мы говорили, прежде всего, это рабочая лошадка это массовая спектрометрия, разные методы протеомики, можно пристально смотреть на интересующий вас белок, тогда вы будете его мерить с большой точностью, или вы можете делать панорамную протеомику, когда вы пытаетесь защищать все, до чего можно дотянуться, но, естественно, точность при этом будет падать. Как это используется в клинике? С протеомикой все сложнее. Да, есть попытки применить это в случае по аналогии с геномикой для онкологии, но тут роль протеомики часто сводится к тому, чтобы попытаться подтвердить на протеомном уровне то, что мы видим на уровне геномном. То есть доказать, что да, действительно, от того, что мы видим мутацию, то совершенно не факт, что она транслируется на белок и работает. То есть тут попытка подтвердить независимыми методами, что да, действительно, мы работаем. Про киназы, про белки, которые фосфорилируют другие, с помощью, изучая их методами протеомики, мы можем оценить активность этих киназ. Почему это важно? Потому что киназы участвуют в передаче сигналов непреклеточных. Онкология – это болезнь дирегулированных сигнальных каскадов. И тем самым мы можем пытаться оценить, какой каскад активирован больше, какой активирован меньше. И, соответственно, пытаться это увязать с тем, что мы видим в клинике. То есть какой опухоль более агрессивный, какая менее агрессивный. И с какими каскадами это связано. Очень интересно, но до клиники пока что… Да, но это задача. Опять-таки пока в широкие применения не дошло, но работы ведутся. Персонализированные раковые вакцины – тоже очень важная, большая тема. Попытка разработать конкретную вакцину, используя антигены данной опухоли конкретного пациента. Работы ведутся. Это тут, опять-таки, отдельная огромная область, в которой, естественно, мы сейчас залезть не сможем. Но дей в том, что методами протеомики мы можем проверять, действительно ли мы сделали то, что хотели. То есть это как такой инструмент валидации. Ну и попытки открыть биомаркеры. Мы говорили с вами, что биомаркеры – это важное направление. И вот пример… Детский опять. Да, пример. Случай тут с дулбластомой. Они сперва анализировали методами транскриптомными RNA-секвенирования. Выяснилось, что есть четыре разных подтипа. Мы говорили, опять-таки, о задаче выделения разных подтипов, которые между собой различаются по вживаемости. Выяснилось, что анализируя эти методы импротеомики, смогли найти еще один кластер заболеваний, которые раньше не видели. То есть, да, действительно, смотря с разных точек зрения, ну, естественно, он различается там по… Мы можем находить разные подтипы заболеваний. Поэтому интегрируя омики между собой, мы можем надеяться на то, что мы будем более эффективными. Метаболомика – это еще один уровень низ, то есть, это какие-то малые молекулы, я не знаю, глюкоза, АТФ, учебник биохимии. Мы можем их мерить, измерять разными методами, ну, в том числе рабочей лошадкой, да, или это метод магнитного резонанса, и та же самая масс-спектрометрия. Есть, опять-таки, разные подтипы метаболомики. Ну, это измерение вот нескольких сотен, тире тысяч, в некоторых случаях и больше 10 тысяч активностей метаболитов. Да, а дальше мы можем пытаться это использовать, опять-таки, во всех этих приложениях, про которые мы говорили. Давайте найдем метаболит, который специфичен для конкретного заболевания. И будем пытаться это использовать дальше. Теперь мы попробуем поговорить про мультиомику. Да, мы как бы поговорили про каждую омику в отдельности, а что будет, если попробовать их все, проализировать все вместе. Ну, вот это такая пионерская работа 12-го года. Идея была в том, что мы возьмем конкретного человека и будем его изучать с помощью самых разных омик, ну, вот они тут пытаются, да, и смотреть, а что же с ним будет на протяжении, тут делали это больше года. Значит, пациент ничем таким не примечателен, да. Работа была интересна тем, что в ней анализировались, выделялись генетические риски, использовались. А чем он был болен? А он ничем не был болен. Это был здоровый человек. Мы его назвали пациентом. Ну, мы все пациенты. Да, понятно. Нет, я думал, что я прослушал. Нет, нет, он это был, он сейчас же, здравствуй, да, Майкл Снайдер, это и Снайдер, и поэтому другое название я написал, Снайдером, по фамилии человека собирали самые разные данные о нем. Выяснили, что в частности, благодаря анализу генетики, выяснили, что у него есть повышенный риск развития диабета. И анализируя его в течение года, смогли найти, что когда он заболел, он подхватил две вирусные инфекции. Это вторая вирусная инфекция. Выяснилось, что она уже чуть-чуть не привела к тому, что у него не начал развиваться диабет. Ну, смогли, благодаря тому, что он понял, что да, по профилю он, кажется, все больше и больше к этому приближается. Конечно же, в эту большую роль еще не сыграло и стандартные клинические методы, как монетарирование уровня глюкозы, но комбинация разных типов фомик позволила ему понять, что да, его организм становится более чувствителен к развитию диабета. И он стал больше активнее тренироваться, изменил образ жизни и смог благополучно это преодолеть. Не то, что это пример, что вот смотрите, мы вылечили человека того света, вытащили. Нет, это не так. Но это означает, это как бы пианирская работа, которая была сделана. Поймали важный момент. Поймали важный момент, да. Все поболеем этими вирусами в году несколько раз, может быть. Конечно, конечно. Тут, правда, мы за скобками оставляем, сколько стоило. Ну да. Все это. Это, ну, как мы говорили, в процессе. Мы пока только идем вперед. Более свежая работа. Пытаются то же самое делать, только уже не на одном человеке. Да, тут все-таки когорта чуть побольше. Ну и есть несколько компаний, которые пытаются вот... делать вот эту мультиомику и прецизионную медицину в прямом смысле. Ну вот, делают и анализ генома, и протеомику, и метаболомику, и микробиом, и так далее. Но, кстати, я хочу отметить, что делать все эти омики обязательно не забывают и про стандартные клинические исследования. Про, я не знаю, стандартные биохимические тесты. Они никуда не деваются и обязательно их делают. Потому что омики, конечно, это хорошо и прекрасно, но опыт... Ну, сахар крови, в общем, показатель. Да, опыт никуда, так сказать, его нельзя выбрасывать. И безусловно, омики должны дополнять существующие анализы, а не заменять их. Многое из того, что нашли, по большим данным, это, конечно, в первую очередь, интересные исследователи, исследователи, да, потому что, когда есть много данных, их можно изучать, а как они между собой взаимодействуют, как они между собой коррелируют, и изучать разные, как разные омики влияют друг на друга. Например, как полигенные скоры, как они коррелируют с уровнем цистиной и так далее. Это, конечно же, очень большой вклад в фундаментальную науку. С точки зрения реальной клиники выясняется, что, ну, опять-таки, тут были все условно здоровые, не то, что мы смогли их вылечить, они особо и не были больными. Пока мы сейчас находимся на том этапе, когда мы собираем данные о том, как варьируются разные омики здоровых людей, потому что разные омики, выясняется, что они по-разному чувствительны к физические нагрузке, сезонности и так далее. То есть, прежде чем переходить вот к этому большим задачам клиническим, нам нужно понять, каждая омика, насколько она стабильна между людьми, внутри одного человека. Электризация, да, в общем, нужна? Да, да. То есть, тут данных можно собирать и собирать. Поэтому пока это не то, чтобы перешло в большую практику. Проблемы. Нельзя не говорить о проблемах, потому что они существуют, и проблема в том, что множество работ по биологии, ну и в том числе по омикам, они не воспроизводятся. То есть, вторые, при последующем анализе не удается воспроизвести те же самые этапы, получить те же самые данные. И одной из, значит, вклад, ну тут понятно, что есть разные причины для этого, и что кто-то использовал реагенты одного поставщика, кто-то другой, это да, таки влияет, и, к сожалению, трудно с этим работать. Дизайн исследований, да, у кого-то маленькая выборка, у кого-то большая, а вот мы что-то нашли на маленькой, а скорее всего, это мог быть какой-то ложный артефакт, который потом не подтвердится на большой выборке. Но анализ данных, мы говорили с вами, что омики, они генерируют огромное количество данных, и вот этот анализ данных, тут огромное поле для всевозможных ошибок, которые мы можем допустить, что в итоге приведет к тому, что данные, что результаты не будут воспроизводиться. Преимущества публикуются положительные результаты. Да, к сожалению, мы живем в том мире, где, если ты хочешь, чтобы тебе дали деньги, ты должен опубликовать статью, статью твою примут с большей вероятностью, в том случае, если она рассказывает какую-то красивую историю. Если ты сказал, окей, мы потратили кучу денег, и ничего не нашли. И ничего не получили, да. Ну... Нет, ну спасибо за правду, конечно. Ну да, но тогда тебе будет труднее жить. И это, к сожалению, приводит ученых к тому, что называется погоня за пивелью. Мне это тоже, так сказать, известно, но я кручусь в этой области. Мы хотим опубликовать статью, мы будем перебирать разные методы, пока я не получу желаемое меньше 0,05. Да, это, конечно, ужасно, ну то есть, так делать нельзя, но... Но все так делают. Как по-другому? Как по-другому? Разумите ответственности автора, то есть, когда публикуется большая статья, а сейчас практически любая статья, вы редко встретитесь там одного-два человека. По 40 было. Да, да. Это консорциум, это вообще 200. Конечно. Да. И если потом статья в ней находится, что она не воспроизводится, некая-то ошибка, то как бы, а кто виноват? А вот никто и не виноват, все мы вместе. И это тоже, безусловно, способствует тому, что можно более спустя рукава относиться к этому. Тонкости, проведенные в анализе, не сообщаются. Вот это вот применение методов машинного обучения, хитрая математика, которая за этим стоит. Чуть-чуть поменяли формулу, использовали другую версию программы, у вас может быть другой результат. Вы это не указали, все, так сказать, никто другой это кроме вас не воспроизведет. Поэтому сейчас, в последнее время, журналы требуют, чтобы вы давали целиком код, который каждый другой человек мог произвести, и вы должны получить ровно точно такой же результат. Потому что вот даже новая база данных вышла там по генетике, все, ваша программа может работать уже по-другому. По крайней мере, в этом направлении есть какие-то попытки это раскрыть, предотвратить и остановить. искусственный интеллект. Сейчас мы находимся на пике обсуждения. Безусловно, огромные достижения, от них никуда не деться. Но вот пример компании IBM и ее суперкомпьютера Watson, которого пытались использовать в онкологии для персонализирования выяснилось, что часто неточные проблемы не смогли пока заменить сейчас конкретные люди. Это не означает, что никого другого это не получится, это просто означает, что да, есть проблемы, с которыми надо как-то иметь дело. Ну вот, переходя к выводам, да, область развивается медленнее, чем мы предсказывали. Ну, это да, действительно, что как только мы получили вот эти первые результаты по раскрытому про рак молочной железы, геном, все сразу закинулись, а вот сейчас, вот сейчас мы все это перевернем в медицину. Ну, наверное, всегда такие излишние первые, первая оптимистичность про полеты на послеполета Кагарина мы думали, что мы пойдем по Марсу через 10 лет. Ну, нет. Когда геномы вы прочитали первый, тоже думали, ну, все. Ну, вот сейчас, да, вот сейчас, держите. Да, ну, а потом... Реально жизнь сложнее, биология сложная штука, наш мир сложный, область развивается медленнее, чем предсказывали, ну, мы готовы с этим жить. Доказательство превосходства на существующем методиками. От того, что что-то сделано с помощью ломик, это не означает, что оно лучше. Ну, это... На это и странно рассчитывать. Для того, чтобы подтвердить, нужно клинические испытания. Клинические испытания это деньги и это сроки. То есть, клинические испытания это 5 лет и 10 лет. Соответственно, далеко не каждый... Не каждый следователь, который публикует какую-то статью, он может позволить себе, чтобы это потом транслировалось дальше в клинические испытания и показали преимущества на существующими. Да, к сожалению, омики не являются, ну, серебряной пулей, безусловно. И очень важно сохранять результаты тестирования и соблюдения стандарта. То, что мы говорили, что для того, чтобы это потом можно было реанализировать, реанализировать и... Хоть через 10, хоть через 20 лет. Воспровести, да. Главное, пусть это все будет депонировано, правильно сохранено. Данные, данные новой нефти, как говорят, оно так, действительно пригодится. и омиксы в медицинском образовании, да, то есть нужно больше пытаться образовывать, ну, как студентов, так и уже сложившихся специалистов, о том, что это есть. Никто не говорит, что нужно все бросить и бежать, заниматься только омиксами. Надо просто понимать, что да, это есть, это возможно. В некоторых случаях конкретному человеку от этого может быть конкретная польза. Вот этот большой мир, который вот есть в науке, который только и делает, что делает омики, и огромнейший мир реальных врачей, он все-таки разделен. И вот можно пытаться как-то, рассказывая в том числе больше про различные омиксные технологии, пытаться как-то это дело вместе. Ну вот, я попытался тут найти какие-то картинки, которые бы рассказывать, что на самом деле мы сейчас далеко пока не можем собирать яблоки, плоды, да, мы пока вот поливаем наше дерево, оно пока маленькое, да, но рано или поздно мы надеемся, что оно вырастет. На самом деле это очень интересно, то есть я с той стороны скажу, это заниматься интересно и перспективно. То есть молодым специалистам кажется, что мы к этому придем, поэтому я всячески призываю молодых и сложившихся людей тут у себя. Потому вы здесь. Ну, спасибо. Я попытался тут какие-то основные книжек очень много, какие-то основные самые интересные вещи, тут они более, эти книжки более специализированные для, да, прямо для скорее-скорее ориентированные на биоинформатиков, да, системная медицина отличная книжка, human genome информатикс, еще раз повторю, что пока геномика, безусловно, говоря о системной медицине, геномика занимает лидирующие позиции, и именно по геному мы можем сейчас сказать больше всего. Ну, Лерой Худ, гуру перспективы. Да, да, вот тут Лерой Худ, человек, который как раз, он как раз и делал прогнозы, что вот мы сейчас все перевернем, пока не перевернули, но... И замечательный популяризатор эректополь, прекрасный. Да, 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 то есть... Но наш разговор с вами пока еще не закончен, он продлится еще несколько минут. Спасибо. Возвращаясь к вашему рассказу, вы отметили омики в медицинском образовании, потому что наш канал образовательный, он направлен в первую очередь на врачей, хотя и широкая публика тоже имеет к нему доступ. Это для нас очень важный момент в вашем рассказе. Давайте об этом поговорим подробнее. Вот на первый взгляд, на такой, на архаичный взгляд, на олдскульный взгляд, могло показаться, что может быть проблема отсутствия учебников, потому что, ну, область развивается стремительно, каждый день, ну, невозможно писать учебники по омиксам, потому что, ну, просто каждый день новое. Но я эту проблему снимаю, потому что в наш цифровой век я не думаю, что бумажные учебники такая уж большая проблема. Вот тот, кто хочет, тот может воспользоваться интернетом, я не знаю, любыми цифровыми ресурсами и своим студентам преподавал. В чем вы видите проблему? Все так или иначе что-то слышали, где-то что-то слышали? Может быть, не хватает системности? Вот. Что вот действительно была какая-то прям конкретная специальность, что бы они назвали экзамены? Да, да. Может быть, это... Ну, какую-то осведомленность, по крайней мере, могли, можно было бы сертифицировать там у них, да? Потому что то, что расскажут там на курсе медицинской генетики, это будет небольшой кирпичик, и он будет узко сфокусирован на том, что интересно. То есть, мы рекомендуем медицинским вузам ввести понятие мультиомии, омиксные технологии. Ну, да, наверное, это правильно, как расширение горизонта. Ну, это просто кажется, что это необходимо просто. Да. Ну, правильно сказать, что сейчас-то у каждого в кармане доступа ко всем знаниям мира. Это не проблема. С другой стороны, читать научные статьи для студента это очень непросто. То есть, на офисе... Да даже и для врача, наверное, тоже не учебный. Для всех. Да. Я ничего не понимаю. От того, что она написана по определенным канонам, она не обязана что-то рассказывать историю, да? То есть, тут как раз задача автора учебника в том, чтобы изложить, чтобы это было из одного вытекало другое. Статья смотрит на конкретную проблему и описывает... Я поняла. Нужны авторы цифровых учебников, которые могли оперативно вносить дополнения и исправления в свои... Ну, не пытаясь объять необъятное, да. Да, да. Безусловно. Это то, что нужно. Это просто, кажется, необходимо. Взять хотя бы онкогеномику, там у вас был слайд, где была отмечена важность квалификации врача. Да, безусловно. Безусловно. Он может быть выдающийся опытный онколог, но он должен уметь читать данные. И там совершенно огромная область, то есть нужно немножечко, немножечко понимать и биоинформатику, и тонкость анализа, и, может быть, немножечко даже пройти. Да, то есть... Да, подучиться. Да, да, и это тут опять-таки целая проблема. Ну, это вот, добро пожаловать в новый мир. Да, но интересно же, интересно же. Интересно. Интересно. Очень интересно. Я вас слушала на одном дыхании. Спасибо большое. Спасибо большое, что я подвожу. Спасибо.